«Я должен снять триумф победы». Эти слова были на устах известного российского и советского фото-журналиста Андрея Соловьева с самого начала Отечественной войны народа Абхазии. В том, что Абхазы победят в этой войне, он не сомневался. Андрей Соловьев был одним из тех журналистов, которые прибыли сюда освещать правду и кадрами говорить о ней на весь мир. Журналистов было много, они были разные, запоминались, кто чем. Андрей запомнился тем, что он все время рвался снять триумф победы. Он абсолютно был уверен, что победа будет на нашей стороне. И я спрашивала, откуда у тебя такая уверенность, все-таки эта война, она может быть непредсказуема. Он говорил, я знаю, и я обязательно должен это снять. Он говорил фотографии. Каждый из этих снимков передает боль и страдания народа, отдается свистом пуль и взрывами снарядов. Кадры, которые будут не только информировать о той трагедии, о героическом пути нашего народа, но они очень насыщены информационно. В каждом кадре можно прочитать несколько сюжетов, как люди не просто стреляют, как люди совершают родину. Здесь очень много ярких кадров, где одновременно защитники Родины совершали гуманные поступки, как спасали людей, как выводили людей из-под огня. Например, как на этом известном снимке Андрея Соловьева, где он под свистом пуль и снарядов запечатлел, как ветеран Владимир Календжи спасает мальчика из горящего дома. Многие знаменитые военные фотографии включены в фотоальбом «Хаяйра», автором которого является Ибрагим Чкадуа. Когда я делал альбом и фотографии выстраивал, я понимал, что эта траектория слишком близко от смерти ходила. И буквально было видно, что этот накал нарастал. И просто, как ни печально, но смерть, ее избежать было очень сложно, фотографируя такие кадры. Ибрагим Чкадуа добавил, что фотографии Андрея Соловьева ценны тем, что они не только репортерские, но и художественные, а многие из них – готовые памятники. Он стремился снять триумф победы. Снял и погиб в день освобождения Сухума во время боев у Савмина. Тот самый снимок со спасением мальчика сделан буквально за кадр до смерти фотожурналиста Андрея Соловьева. Видео гибели фотокорреспондента сделано журналистом Абхазского телевидения Гарри Аристава. Я когда снимал, естественно, это мне очень было неприятно. Но я знал, что это надо сделать. И там даже кто-то сказал, не надо снимать. Я говорю, я знаю, что это надо. И было очень обидно. На шаге, в общем-то, осталось-то всего ничего. Мы были где-то рядом, то есть в разных просто направлениях. Я больше на площадь в тот момент акцентировал внимание. Он вот где-то около сгоревшего дома. Там ребенка вот вытащили. И, видимо, он это снимал. Как раз этот момент ускользнул у меня. Вот видели кадры, где накрыли его простыней. На этом это была последняя жертва с нашей стороны в этой войне. Потому что уже до 30 сентября больше не было жертв. Противник отступал. И наши дошли до границы без всяких потерь. Когда было последнее наступление на Сухом, оно завершилось 27 сентября, но началось значительно несколько раньше. А тогда гражданские лица не могли на фронт попасть без моего разрешения. И вот заходит ко мне этот молодой человек и просит разрешения на фронт. Но я знаю, что там уже начинается наступление, будут серьезные бои идти, и я ему не даю разрешения. Он даже так вот разозлился, достал какие-то бумаги, которые подтверждают, какой у него высокий уровень. Какие у него там международные премии, как у фотокорреспондента и так далее. Но я все равно ему не разрешил. В вечере памяти фото-журналиста приняли участие друзья и боевые товарищи Андрея Соловьева. Анна Бройда рассказывает, что они встретились во время июльского наступления. И оба были журналистами перестроечного призыва, то есть без журналистского образования. Но чувствовали, что им есть что сказать. Вместе они планировали написать книгу. Я приехала в сентябре, когда началось наступление. И как раз собиралась ехать просить аккредитацию. И в пресс-центре Министерства обороны у Валеры Гумба мы столкнулись с Андреем. Очень обрадовались, расцеловались. И вот так вот в грузовике поехали вместе. И тогда мы смеялись, и вот тогда и родилась эта идея, что вот скоро конец войне, дело к победе наконец, и надо будет обязательно писать книжку. Андрюшка говорит, ну ты напиши книжку, а я дам свои фотографии. И вот будет у нас такая совместная работа, совместная память. Ну и, честно говоря, если бы он не погиб, я бы, наверное, эту книгу не написала. Но когда он погиб, то получилось, что вот эта вот уже болтовня, она уже стала как бы настоящим долгом. Вот. И я написала эту книгу весне 1994-го, прям по горячим следам. В Этартас я выкупила его фотографии в архиве. Во время Отечественной войны народа Абхазии Андрей Соловьев был ранен несколько раз. Он уезжал и все же возвращался на фронт. Андрей Соловьев – один из самых ярких фотожурналистов России, получивший мировую известность благодаря своему бесстрашию. В 90-е годы он освещал военные события в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Таджикистане, Успекистане, Южной Осетии и снимал последствия землетрясения в Армении. Проект увековечения памяти фотографа Андрея Соловьева реализуется посольством Российской Федерации в Республике Абхазия, представительством Россотрудничества, Союзом журналистов Абхазии и информационным агентством ТАСС. Я хотел бы провести параллель с событиями, происходящими сейчас в зоне специальной военной операции на Украине. Как тогда россияне помогали Абхазам бороться, можно сказать, с нацизмом, также сейчас абхазские добровольцы помогают россиянам бороться с украинскими нацистами. Это в крови и в традициях наших народов, это то, что сплачивает нас помимо межгосударственных отношений, помимо тесных отношений с регионами. Вы знаете, что сейчас на праздник 30-летия Победы прибудут многие делегации из регионов. Это еще очень важно, что это сплачивает на человеческом уровне. Редакция информагентства ТАСС передала более 30 фотографий Андрея Соловьева для организации выставки в Сухуми. За мужество и отвагу при выполнении профессионального долга Андрею Соловьеву посмертно присвоено звание Героя Абхазии. На месте гибели фотокорреспондента планируется открыть памятную плиту. Гугуца Вардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.